Дмитрий Спивак Сейчас по очереди. У каждого из нас 2017 год ассоциируется с одним, может быть, двумя какими-то событиями, которые первым делом приходят нам на ум. Какие у вас ассоциации от этого года? Какое главное событие, на ваш взгляд, которое сейчас у вас промелькнуло в памяти и которое бы вы хотели обсудить? Да нет, Григорий, так сразу не ответишь на вопрос по главному событию, потому что год был очень разнообразный, очень разносторонний, очень, с одной стороны, непростой, но нельзя сказать, что он был плохой. Колючий, может быть, да, но неплохой. Главное событие для меня, политическое вы имеете в виду? Давайте политическое, поскольку политика концентрирует. Знаете, настолько было много негативных эмоций, негативных новостей, негативно-трагедийных событий, что пытаешься сейчас найти что-то позитивное. Честно вам скажу, ничего, кроме какого-то безвиза, в голову не приходит. То есть, да, Украина получила безвиз, не знаю, насколько там, не знаю статистику, не знаю, сколько людей сумели воспользоваться там за эти 6-7 месяцев этой прерогативой нашей, да, но, наверное, вот как-то так, что люди, у которых есть хоть какой-то достаток, ну, могут как-то пересекать границы, не так, как это делает Михаил Николаевич Саакашвили, а с паспортом и по безвизу. Ну, не знаю, вот может быть так, да, 6-месячный отпуск госпожи Гонтаревой, да, вот я много читал, много знаю, а вот 6-месячных отпусков не по болезни, никогда не слышал, что бывает, бывает такого. Ну, гениальное изречение там наших министров обороны про НЛО, помните, когда взрывались там склады, да, в Калиновке, вот он увидел там неопознанные летающие объекты, ну, цицерон такой, да, отечественной украинской политики, наш министр обороны вместе с, ну, есть еще, такой персонаж Рева, да, министр, вот я вспомнил, что такое провид, вот у меня всегда это Рева такой, да, тоже еще один украинский цицерон, он все время говорит, то мы много кушаем украинцы, поэтому мало живем, то мы много работаем, поэтому мало получаем, ну, он, по-моему, не всегда сам понимает, что он говорит, но такой вот очень смешной и забавный персонаж. А, и, может быть, еще один аспект, да, ну, провела Украина Евровидение, да, удачно, неудачно, не мне судить, знаю, что уже там были коррупционные какие-то сканы, то есть, с одной стороны, да, здорово, Украина провела Евровидение, вроде здорово, да, вроде такой масштаб серьезный, мероприятие, которое должно позитивно играть на страну, на имидж государства и так далее. А, с третьей стороны, вот позавчера пришла очередная статистика, удручающая для государства, мы входим, вот только вдумайтесь, Украина, помимо того, что мы там 135 место из 148 стран занимаем по качеству здравоохранения, вот, оказывается, мы входим в десятку, в десятку государств, где самых небезопасных государств для туризма, представляете, вот вроде крокодилы по Одессе не ходят, да, и какие-то змеи по крещатику не ползают, а, тем не менее, вся обстановка в государстве складывается так, что Всемирный экономический форум, вот, засунул, извините нас за выражение, вот, там, рядышком с Конго, Тринидад и Табага и так далее. Поэтому разносторонний был год, много хочется чего вспомнить, но, так как вы сказали, то, вот, пусть будет безвижно. Что касается криминала, то информация такая, достаточно свежая, что 44 покушения за год только в Украине произошло, это абсолютно рекорд с 1997 года, то есть, вот, те самые лихие 90-е, по мнению криминальных экспертов, они вернулись в 2017, 10 лет спустя, 20 лет спустя. Да, самое главное, что ни одно не раскрыто, ну, кроме как на шоке. Да, не говоря уже, да, о убийствах, там, ни одно не раскрыто, резонансное, Вороненков и так далее. Михаил, вот, когда уж мы заговорили о безвизе, а вы действительно считаете, что это то, чем в этом году может гордиться Украина? Да, безусловно, возможность спокойно, безвиз приезжать в Европейский Союз, это большое достижение для нашего государства, я считаю, что здесь есть очень важный аспект, как самоощущение. Безусловно, возможность пересекать свободные границы с Европейским Союзом, это добавляет самоощущение и определенного оптимизма для граждан нашего государства. Кроме того, надо отметить, что, учитывая соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и создание зоны свободной торговли, именно свободное перемещение людей как раз является очень важным составляющим включения Украины в свободу перемещения рабочей силы. То есть, когда граждане Украины постепенно получат возможность спокойно трудоустраивать на территории Европейского Союза, либо работать как экономический агент, осуществляя сервисы на территории Европейского Союза. Это не во всех странах, допустим, Бельгия, Голландия, Германия, там с этим огромные проблемы. Нет, подождите. Есть единое правило внутреннего рынка Европейского Союза, которые обусловлены договором о функционировании Европейского Союза, рядом регламентов и директив, собственно, которые обеспечат. Поэтому, получая возможность свободно трудоустраиваться на территории Европейского Союза, граждане Украины свободно это могут сделать на территории всех 28 членов Европейского Союза. Я прошу прощения, перед Новым годом не принято входить в диалог, но вы ошибаетесь. Безвиз, который получило государство Украина, там четко прописаны ряд условий, в том числе, которые касаются невозможности пока легального трудоустраивания граждан Украины на территории Европейского Союза. Это должно быть уже следующим этапом. Другое дело, что сегодня колоссальная хлынула трудовая миграция, которая убивает экономику государства, пенсионный фонд и так далее. Просто миллионы людей уезжают за границу, но они там трудоустраиваются в полулегальный способ. Другое дело, что вы правы с одной точки зрения, что такие государства, как Польша, Нидерланды, Словакия, Словения, Франция, Германия, они сами у себя принимают внутренние государственные документы, которые облегчают условия трудоустройства граждан Украины в тех или иных профессиях. Но давайте не путать. Безвиз дал возможность просто более свободно путешествовать. Все остальные вопросы – это немножко из другой оперы. Я прошу прощения. Давайте так. Я с вами частично соглашусь, частично не соглашусь. Все-таки вот этот первый этап, когда сейчас действительно граждане Украины получили возможность свободно приезжать на территорию Европейского Союза, действительно, что безвиз он не предполагает разрешение на трудоустройство, то есть фактически приезд в Европейский Союз для осуществления трудовой деятельности. Для этого нужно получать и рабочую визу, либо впоследствии получать так называемый «resence permit», то есть право вид на жительство в Европейском Союзе с правом осуществления трудовой деятельности. Но как первый шаг, если мы берем глобально на включение Украины в внутренний рынок Европейского Союза, это играет очень большое значение. Кроме того, если мы говорим о свободе осуществления сервисов, а мы знаем, что сейчас это анализбурно-динамично развивающаяся сфера внутреннего рынка Европейского Союза, и кроме этого о дигитальном внутреннем рынке Европейского Союза, то есть рынке электронной коммерции, все-таки наличие возможности въезжать на территорию Европейского Союза с осуществлением кратковременных услуг, я считаю, что это действительно большая победа. Кроме этого, опять же, дополняя о преимуществах и положительных аспектах этого года, я бы отметил следующее. Безусловно, наше государство стало, вот есть в английском такое слово coherence, то есть на украинском сгуртованность, то есть она стала более сплочена посредине с тем, что было раньше. Что вы имеете? В чем эта сплоченность? Она проявляется прежде всего в том, что нет на сегодняшний день дебатов в обществе о внешнеполитическом выборе Украины. Как мне кажется, большинство, все-таки большинство граждан страны... Смотрите, это моя позиция. Большинство граждан нашего государства сейчас все-таки... ...однозначно рассматривали для себя евроатлантический выбор, интеграцию Европейских Союзов. Мы посмотрим по состоянию еще на пятилетней давности. Все-таки у нас в обществе была определенная поляризация. Сейчас же большинство явно склоняется именно к евроатлантическому выбору. Это поляризация, она внутренняя часть людей, которые не согласны с евроатлантическим выбором Украины. Они просто боятся сейчас открыто заявлять на свои позиции, потому что моментально, вы же понимаете, ищут врага во всех. Ищут врага даже в тех людей, которые стояли на Майдане. И такие люди есть. Я думаю, что поляризация в обществе существует, но она проходит не по границам внешнеполитического выбора Украины. Она проходит по отношению к действующей власти в Украине. Безусловно, есть люди довольны и недовольны действующей власти в Украине. И вот как раз эта поляризация, она присутствует. Но тех дебатов, которые у нас проходили именно по внешнеполитическому курсу нашего государства, и вообще в целом по цивилизационному выбору нашей страны, как мне кажется, сейчас они отошли. Но это моя позиция. Вы считаете, что этот выбор необратим? То есть после того, как этот процесс сгуртованности произошел, Украине назад дороги нет. То есть Украина только в Европу, и иного варианта в ближайшей истории, в новейшей истории Украины быть не может. Смотрите, что мы понимаем под тезисом «Украина только в Европу». Когда мы говорим «Украина как часть и безусловно Европы, и как перспективы Украины интеграции, интегрирования в Европейский Союз», мы при этом не должны забывать о экономических аспектах и о перспективности других рынков, помимо европейского рынка. И все. Давайте в экономическом аспекте обсуждаемых вопросов. Без виз дал возможность людям не платить 39 евро при получении визы. Это, безусловно, экономическое достижение, но при этом не секрет, что уровень инфляции беспрецедентный с конца 90-х годов. Это все-таки бьет по карману людям, которые хотели бы и могли бы поехать в Европу. Они этого не делают, поскольку все-таки денег уже стало не хватать. Важнейший экономический аспект этого года, на ваш взгляд. Я практически совсем соглашусь с Дмитрием. Особенно мне понравилось напоминание товарища Гонтаревой, гражданки вернее. По нашему законодательству человек, который болтается где-то 4 месяца, он должен быть либо уволен в связи с уходом на инвалидность, либо уволен должен быть за прогулы. То есть, ну как-то у нас так, Дмитрий правильно сказал, что Рева у нас много там интересного говорит. И не только Рева. Я уже даже позабывал, что рассказывают наши министры с экрана, будучи якобы в трезвом состоянии. На сегодняшний день, к огромному сожалению, мне кажется, что итог этого года удручающий. Объясню, почему. Все, что сделано без виз, неоднозначный момент, который действительно, с одной стороны, дает право выезда, с другой стороны, провоцирует трудовую миграцию, которая подрывает нашу экономическую ситуацию. Второе. Самое страшное то, что кроме рассказов министров непонятно о чем, действительно нет никакой попытки. Я не говорю реформы, я не люблю это слово. Реформы — это изменение формы. У нас надо менять идеологию и суть многих моментов. Абсолютно куция попытки судебной реформы. Очень бесспорная с точки зрения своего негатива. Попытка ввести новые какие-то редакции кодексов. Ограничение скорости на дорогах без всякого анализа о причинах аварийности. Ничего даже не пытались сделать с налоговой системой. Ничего не пытались. Даже не заикались. На сегодняшний день количество рабочих мест реально сокращается. Декларирование постоянно, что государство не вмешивается в процессы экономические и в процессы ценообразования — это всего лишь фикция. По той простой причине, что оно не вмешивается с точки зрения регулирования, но вмешивается с точки зрения провокационных заявлений, типа которые были рост минимальной заработной платы, рост пенсии и прочее. Что спровоцировало при отсутствии контроля, спровоцировало инфляцию практически 100%. Сегодня полная бесконтрольность со стороны природных монополистов в части предоставления коммунальных услуг. Полная абсолютно спорная новая редакция закона о жилищно-коммунальном хозяйстве. Введение пени и прочее. Итог. Люди стали жить беднее, люди стали жить хуже, люди еще больше недовольны власти. Я говорю недовольны для того, чтобы не сказать то, что на самом деле люди испытывают. И люди потеряли веру в завтрашний день. Итог 16-17. Все чаще-чаще звучат фразы о том, что перспектив в Украине нет. Именно поэтому во многом и уезжают. Посмотрите, Григорий, я прошу прощения. У нас такая какая-то тема, надо сконцентрироваться на каком-то направлении. Если мы говорим о государстве в целом, то существуют индикаторы. Здесь не имеет значения, кто и как считает. У каждого футбольного тренера есть индикатор успешности и эффективности его работы. Это место, которое занимает его команда по окончанию сезона в турнирной таблице. Точно так же идет речь и о государстве. Есть определенный набор индикаторов, мониторинг которых осуществляют незаангажированные международные институции. Поэтому, когда мы говорим об индикаторе внутриполитического итога для Украины 2017 года, у нас отсутствует де-юра коалиция. Она отсутствует де-юра, де-факто. Мы живем в парламентской президентской республике. Но опросите 100 человек на улице и вам скажут, что самый главный человек у нас это президент Украины. Это первое. То есть у нас полный раздрай во внутренней политике. Воюют все друг с другом. Индикатор номер два. Это в начале 2017 года мы все говорили о том, что вот они созданы антикоррупционные монстры. На ЗК, на БУ и так далее. Сегодня у нас 20, там конец декабря у нас. Не надо говорить сколько кого было, обысков, вертолеты. Неинтересно. Результат. Кто, сколько человек сидит в тюрьме. Ответ 0. Значит, второй индикатор. Абсолютно провалено антикоррупционные. Мы сейчас не будем обсуждать. Торевноватые причины. Мы просто говорим фактаж. Третье. Внешняя политика. Мы там куда-то мы идем, в какую-то евроатлантическую сторону. Мы идем. Там нас, правда, никто не хочет видеть в ближайших 20 лет. Но мы туда идем. Индикатор какой? В конце года можно констатировать факт. Мы поссорились абсолютно со всеми своими географическими соседями. Ну, в коммуналке, когда ты живешь и когда ссоришься со всеми соседями, да, то тебе кто-то в борщ что-то кладет плохо. Мы со всеми по разным причинам. Кто виноват, не знаю. Украинская дипломатия. Давайте скажем так. Украинское государство. И гуманитарные решения, которые принимаются в украинском государстве, приводит к тому, что мы поругались по разным причинам. Россия, Польша, Румыния, Молдавия, Верия и так далее, и так далее. И индикатор, значит, социального уровня обеспечения граждан. Не я сказал Дмитрий Спивак. Он сказал, что с 2016 по 2017 год, вот за этот год, еще на 8%, то есть до 64% мы уже дошли, это люди, которые живут за чертой бедности. Крапка. Я назвал 4 не своих индикатора, а международных индикатора, того, с какими итогами украинское государство, как совокупность действий государственных институций, подошло, ну вот, знаете, к елочке. Есть позитивный момент. Народ уже как-то у него выходит, стало получаться, отделяться от государства и выживать в этих условиях самостоятельно. Но есть один буквально позитивный момент экономический. Вот, не знаю, коллега согласится со мной или нет. Он мелкий, он так прошел как-то, но он мелкий. Я вам скажу, впервые за лет 10-12 бюджет на следующий год был внесен правительством в строго соответствие с конституционными сроками и был принят украинским парламентом в строгом соответствии с нормами конституции. Вроде так можно улыбнуться, да, и там рассказывать, какой бюджет плохой. Я не об этом, я оформлю, да, потому что демократия это все-таки процедура. Вот это одна из немногих процедур, да, такого государственного масштаба, которая вот можно сказать, ну да, вот да, приняли вовремя. Вот так прописано в законе, значит, в конституции законов Украины. А дальше все, дальше цифры, ребят, дальше цифры. Мы занимаем последние места в Европе по всем показателям жизнедеятельности и жизнеобеспечения граждан. Мы занимаем последние места по уровню дорог, по медицине, по здравоохранению, по СПИДу, по туберкулезу. Мы занимаем последние места в Европе по тем заболеваниям, от которых у нас умирают, а в Европе уже лет 25 от этих заболеваний никто не умирает. Мы занимаем унизительные для Украины последние места в мире по всем индикаторам и показателям, связанным с работой так называемой правоохранительной системы. По уличной преступности, организованной преступности, по раскрывке и так далее, и так далее. Это называется индикаторы. И поэтому можем сколько угодно спорить, там кто-то любит власть, не любит. Власть не надо любить, да. Власть приходит, дает обещание, дальше заканчивается какой-то итог. Мы открываем табличку, да, ну как футбольный тренер, да, какое место мы занимаем? Ага, 135-е. Значит, госпожу Супру надо не просто гнать, да, а на скамью подсудимых. Что у нас там по уровню дорог? 115-е. Давай, иди сюда, руководитель ОКОР Автодора, и мы будем... Вот так живут государства. И еще один аспект, последний, заканчиваем. А для чего делаются эти социологические исследования? Для чего международные организации делают вот все эти индикаторы, да, располагают как-то места, на кто на каком месте? Это помощь любому государству. Интересно же знать властям той или иной страны, как у нас прошел год, с чем мы справились, с чем мы не справились, что наши соседи, а как у нас здесь, а как у нас здесь, что здравоохранение, что медициня и так далее. То есть любое цивилизованное государство благодарит, с благодарностью относится вот к тем табличками, к тем социологическим исследованиям, которые приходят в течение года. Чтобы можно было понимать, где что нужно подремонтировать, где что нужно изменить, где нужно принимать кадровое решение, где нужно задуматься об изменении какой-то системы в экономике, в социальной политике, во внешней политике, во внутренней политике. Ничего же не происходит в безвоздушном пространстве, да. Внутренняя политика связана с внешней политикой, да. Если мы принимаем гуманитарные решения, которые сталкивают лбами граждан Украины, это обязательно приведет к тому, что мы поругаемся с теми или иными соседями, да. Если мы принимаем абсолютно, абсолютно, ну как это сказать, не работающую, не дееспособную, не европейскую, не конкурентно способную пенсионную реформу, да, то мы должны знать, что будут уезжать, миллионы людей будут уезжать. Если мы принимаем непонятную, вообще не для одного специалиста, так называемую медицинскую реформу, мы должны готовы быть, что фельдшеры, медсестры и не очень гениальные врачи, а просто те, кто работают в этой сфере, будут уезжать. Потому что поляки, словаки и словенцы будут предоставлять возможность и говорить, приезжайте сюда, вы грамотные ребята, нам нужны украинские руки, головы и так далее, и так далее. Вопрос к украинскому государству. Что вместо? Кого вместо? Кто-то вообще думает об этом? Никто об этом не... Мы живем лозунгами. Мы про... Мы за евро... Я тоже. А что это такое? Кто-то может мне ответить? Что такое европейская интеграция? Это же не количество сыра в супермаркете. У нас, слава богу, количество сыра огромное. Да? То есть, когда мы говорим, мы за европейский выбор, это мы за то, чтобы гражданка Соединенных Штатов Америки, то, что запрещено украинской конституцией, не находилась 10 месяцев на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения. Я за Европу. Я за то, чтобы гражданка Украины, как Гонтарева, находилась... Ну, непонятно, где она должна находиться. Я за то, чтобы мою границу не переходили так, как ее иногда переходят. Вот я за Европу. Ну да. Я за то, чтобы не воровали 80% на дороге. 46 миллиардов гривен, заложено на 2018 год, только на центральном уровне на ремонт дорог. Помимо миллиардов гривен, которые закладывают в свои бюджеты местные советы. Ребята, дорогу до Марса можно заасфальтировать за 46 миллиардов плюс местный бюджет. Я за Европу. Так давайте говорить об этом, а не рассказывать лозунгами и штампами. Это трагедия Украины, что мы живем в атмосфере постреволюционного и дореволюционного синдрома. Мы живем постоянно между мишперымогом и тазрадами. Почему это происходит? Это все-таки клиптократия, которые говорят как о новом устройстве государственном Украины, либо все-таки это не профессионализм тех людей, которые пришли к власти 3 года назад, на ваш взгляд? Давайте пообщаемся. Кто из вас готов? Ну давайте, на мой взгляд, конечно, клиптократия имеет место, но вы знаете, мне все-таки кажется, вот этот вечный диспут, что это безумный непрофессионализм и неграмотность. Мы еще со времен 2004 года, когда товарищ Ющенко пришел, сталкивались с фразами, что я подавився ему в очи, он порядный человек, но он не требует его диплом. Прозварище он говорил, так мы не знаем, был у министра юстиции диплом в высшем образовании или не было. Сейчас то же самое с премьер-министром. Я так понимаю, что полная неквалифицированность сегодняшних руководителей, потому что даже что-нибудь, где-нибудь сэкономить, назовем вещи своими именами, я считаю, что можно красивее, спокойнее и не будоражить народ. Потому что то, что принимается людьми, ну извините меня, Украина идет четко по пути военного государства. Мы приняли бюджет с проектом, ну проект бюджета, и бюджет уже в члене принят, где увеличенные расходы на внутренний репрессивный аппарат больше, чем на армию. Как это? То есть я так думаю, что это скорее всего крайне невысокий уровень квалификации, иначе бы не приглашали Супрун, Абрамовичуса, Яреська и прочее, прочее, прочее. А что у нас в Украине нет грамотных людей? Да полно. Думаю, преобладает, именно не квалифицирован. Да, я всегда такой подытожим на позитиве. Я думаю, Михаилу есть что сказать, услышав мнение своих данных случаях, ну отчасти оппонентов. Ну, знаете, я хотел бы сказать следующее. Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что, к сожалению, у нас большие провалы в экономической политике, и люди живут беднее, чем жили раньше, и очень много сложностей. А вопрос только, что делать. К сожалению, у нас так складывается в государстве, что вот у нас, в принципе, все выборы, они были более не менее демократические. По крайней мере, оппозиция сменяла власть и так далее, и так далее. То есть каждый предвыборный цикл, он был сопряжен со сменой в властных кабинетах. Только вот что мы слышим в последние 25 лет, это когда новые люди приходят в властные кабинеты с какими-то программами. По факту их работы мы видим, что ничего из того, что было задекларировано, не достигается. Почему это происходит? Я думаю, что отчасти, конечно же, проблема в том, что специалисты, профессионалы, они просто не попадают через эти социальные лифты наверх во властные кабинеты. Но самое главное, это отсутствие правильно функционирующих институтов, которые бы, с одной стороны, были приемлемы и акцептированы обществом, с другой стороны, были приемлемы и акцептированы политической элиты. То есть в любом государстве существует очень много стейкхолдеров, которые так или иначе влияют на процесс. Я думаю, что вот невозможность, неумение и, к сожалению, нежелание провести вот эти необходимые институциональные реформы с тем, чтобы сделать и политическую систему, и экономическую систему транспорентной, они приводят к тому, что мы живем, как мы живем. То есть, по сути, с экономической точки зрения, Украина с 2004 года объективно скатывается. То есть те показатели, которые были, как не относились к президенту Кучме, но те показатели, которые были при нем, они все-таки на порядке были выше, чем то, что мы имеем сейчас. То есть это было плюс 14% ВВП и так далее. Почему наша экономика деградирует? Почему политическая система деградирует? Потому что не проведены институциональные реформы. Но с другой стороны, нельзя не отметить, что за последние несколько лет было сделано очень много положительных вещей. И определенная дорегулированность экономики. И так или иначе, все-таки мы видим, что любые проявления коррупционных связей, они тут же попадают в фокус медиа, чего раньше не было. То есть мы видим, что вот эта неправительственная организация, NGO, как называют на Западе, они играют больше роль, чем играли раньше. И это заслуга власти, потому что власть дает возможность гражданскому обществу себя контролировать. Такого раньше не было, это тоже нужно признать. И посмотрите, сколько новых телеканалов вообще появилось, центральных, украинских. Такого раньше не было. То есть я за то, чтобы все видеть объективно и не смотреть на все излишне пессимистично. Спасибо. Да, да, ну, нет, нет, безусловно, слушайте, очень все понятно. Мы разбирали там какие-то итоги года, и, к сожалению, они там во многих направлениях были негативные. Но никакого пессимизма быть не должно, потому что мы с вами люди, мы оптимисты по сути должны быть. И наступает год доброй собаки, говорят. Я все-таки верю в наше государство, в нашу страну и в наших людей. Поэтому, знаете, так вот, чтобы поздравить людей с наступающим Новым годом, вот я позволю себе высказать не свои слова, вот скажу слова одного человека. Вот я скажу, чьи это слова. Значит, звучит это примерно так. Вот обращаясь к вам, уважаемые одесситы, все, кто нас смотрит. Никого не слушайте. Имейте свою голову, свои мысли и идеи, свое направление в жизни. Ни за кем не гоняйтесь, ни за кем не бегайте, и никому не завидуйте. Живите своей жизнью. Не обращайте внимания на то, что и кто о вас скажет. Говорили, говорят и будут говорить. Так устроена жизнь. Но самое главное, живите, любите, творите, созидайте. И главное, чаще улыбайтесь. Это сказал Бернард Шоу. Давайте поверим старику. И вот с таким позитивным настроением, с верой в себя, в своих близких, в тех, кто нас с вами окружает. И в конечном итоге с верой в то, что все равно Украина вырвется вот из этой пропасти, и все равно наше государство будет развивать. Вот развиваться, вот давайте вот с этими позитивными настроениями и впишемся вот в этот поворот, и войдем в 2018 год. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Мы пытались подводить политические и экономические итоги года для Украины в этой студии. Оставайтесь с нами. С наступающим Новым годом. Счастливо. Спасибо.